Добрый день! Позвольте мне начать нашу очередную встречу. Сегодня мы на площадке компании «Ангстрем», точнее, на участке производства печатных плат. Поэтому нашу сегодняшнюю встречу, возможно, будет сопровождать некоторые производственные шумы. Можно не удивляться этому. Снова с вами Дударев Павел Федорович, ведущий эту передачу. И сегодня моим собеседником будет руководитель службы сервиса и гарантийной службы Олег Владимирович Токунов. Ну, соответственно, как понимаете, тема нашей передачи – это гарантийная и сервисная служба обслуживания, которую осуществляет компания «Ангстрем». Эти виды, скажем так, работ, сервисная служба и гарантийное обслуживание являются важной частью деятельности любой компании. Уже почти что 30 лет «Ангстрем» выпускает разнообразную электротехническую, электронную аппаратуру, оборудование. За это время выпущено большое количество этого оборудования. И, естественно, возникает вопрос, как же оно себя ведет в жизни, как оно обслуживается, какие гарантии. Ну, собственно, первый вопрос. Какие гарантии «Ангстрем» дает на свое оборудование? Компания «Ангстрем» давно себя зарекомендовала среди энергетиков. Данная продукция выпускаемой компании широко распространяется от Крайнего Севера и до Юга. Используется на самых разных климатических условиях. На протяжении многих лет это подтверждено надежностью и качеством выпускаемой продукции. Поэтому отсюда и компания «Ангстрем» дает два года гарантии на выпускаемую продукцию. Это больше, чем у других производителей. У иных бывает год, у иных и меньше. Как часто обращаются потребители за гарантийным, сервисным обслуживанием? Через какое время может потребоваться гарантийное или сервисное обслуживание? Это зависит от многих факторов. От грамотности использования данного оборудования, от его хранения, от эксплуатации. Если оборудование грамотно эксплуатировать, то его можно эксплуатировать на протяжении от 10 до 12 лет. Компания «Ангстрем» неоднократно наверняка модернизировала свое оборудование. Проходила модернизация и конструкции, менялись комплектующие и так далее. Как осуществляется сервисное обслуживание или сервисная работа на оборудовании, скажем так, возрастом более 10 лет? Прошло много времени и ряд комплектующих уже изменился. Но, скажем, на складах организаций есть комплектующие, которые хранятся, и с помощью их мы продолжаем восстанавливать уже ремонт негарантийной техники. А как вы относитесь к самостоятельному ремонту, если потребитель захотел что-то сделать сам? На данный момент мы просим самостоятельный ремонт данной техники не выполнять, а просим, ну, то есть мы проводим эту диагностику отказавшего оборудования, только после этого просим направить на ремонт отказавшую технику. Что надо сделать потребителю, чтобы получить сервисное обслуживание? Ну, прежде всего, нужно обратиться в сервисную службу. За информацией можно зайти на сайт компании, либо позвонить по контактному телефону 8800. Оборудование забираем силами транспортной компании. Мы просим клиента, чтобы прибор при отгрузке был хорошо упакован, потому что при транспортировании бывают зачастую дополнительные отказы и повреждения его. Начинаем, конечно, мы прежде всего с диагностики. Выявляем дефекты, причины его отказа. Дальше начинаем постепенно восстанавливать это оборудование. В процессе работы мы можем, в зависимости от отказа, заменить помодульно, поблочно, либо восстанавливаем платы, которые в процессе работы отказали. После того, как продукцию мы восстанавливаем, дополнительно мы также проводим дополнительный прогон. Это около 40 часов. Изделия подвергаются максимальной нагрузке. После прохождения прогона изделие упаковывается и отправляется заказчику. После проведения сервисного обслуживания, после ремонта, какую обратную связь вы осуществляете с потребителем, какую информацию, скажем, его о причинах отказа, выхода из строя даете? Каким образом? Мы составляем акт анализа, в котором прописываются отказавшие изделия, то есть анализируем, подготавливаем дополнительное письмо в адрес заказчика, сообщаем об отгрузке уже готового изделия и направляем. Эти документы укладываются с изделиями и отправляются к заказчику. Причины выхода из строя оборудования могут быть различные. Это может быть и вполне естественная деградация элементов, компонентов, а может быть и выход из строя по причине неправильной эксплуатации. Оказывает ли ангстрем потребителю какую-то поддержку, какую-то помощь в части того, чтобы избежать неправильной эксплуатации, помочь им в этом отношении? И как часто обращаются ли сами потребители за такой помощью? Сама тематика повреждений достаточно непроста. Одна из причин обращения в нашу организацию, это когда происходит смена персонала. Это когда в штат приходят новые специалисты, которые не проходили у нас обучение. При покупке оборудования мы вместе с оборудованием поставляем методические пособия, в котором подробно описана правильность эксплуатации оборудования. Также дополнительно поставляется паспорт. На сайте компании мы размещаем статьи наших специалистов и ведем рубрику «Обмен опытом», в которой энергетики могут обменяться своим опытом. Методологическая поддержка может иметь существенное значение для любого специалиста в процессе работы с нашим оборудованием. Причем важно, чтобы эта поддержка была достаточно быстрая и оперативной в любой момент. Каким образом может осуществляться такая поддержка методологическая или какая-то другая потребителей компании «Ангстрэм»? Это сделать очень легко. У нас есть бесплатный номер 8800. Также специально выделен номер сотовой связи, на который можно обращаться. Также доступны мы в мессенджерах, в вайбере, ватсапе. При необходимости можно организовать видеосвязь, также там обратиться и проговорить какие-либо вопросы. Как организована оперативная связь «Ангстрэма» в случаях, когда в разных часовых поясах, допустим, находится? Да, совершенно верно. Наши заказчики находятся в разных часовых поясах. Но компания «Ангстрэм» ориентирована на удобство клиентов. Мы стараемся с ними быть всегда на связи и отвечать на их поставленные вопросы. Как компания «Ангстрэм» выстраивает свою работу со своей стороны после отгрузки продукции заказчику? Ежемесячно сотрудник компании созванивается с заказчиком, интересуется, как обстоят у него дела, требуется ли какое-либо техническое обслуживание. Также интересуемся, нужна ли ему методологическая поддержка. Как часто и какие виды технического обслуживания электролабораторий проводится «Ангстрэм»? Ежедневное техническое обслуживание, ТО-1 ежемесячное. Также есть ТО после первого и второго года эксплуатации. И плюс к тому еще гарантийное обслуживание ТЭЛ. Откуда заказчик узнает о периодичности прохождения технического обслуживания лабораторий? Специалисты каждой компании, которые приобрели у нас ТЭЛ, проходят обучение. Там выделен целый блок сервисной службы, в котором подробно об этом рассказывается. Также информация о техническом обслуживании есть в технологической документации. Там можно ее прочитать. Можно рассказать подробнее о других видах технического обслуживания? При прохождении ТО-1 также проверяется надежность крепления оборудования, системы кабельных барабанов, состояние кабелей, надежность работы блокировок, звуковой и световой сигнализации. Во время ежегодного технического обслуживания мы проводим работы в объеме ТО-1. Также проводим проверку качества монтажа, функциональных модулей. Делаем проверку проводов, протяжку крепления контактов, чистим внутренние части модулей ТЭЛ. Устраняем неисправности, если они появились. Во время ТО-2 и ТО-3 также внедряем доработки, которые не существовали в период приобретения ТЭЛ. И обновляем программное обеспечение, на которое распространяется бесплатная гарантия. После ТО-2 и ТО-3 пользователи получают обновленную ТЭЛ совершенно бесплатно. То есть потребитель получит лабораторию модернизированную бесплатно. Это приятное дополнение к техническому обслуживанию. Следующий вопрос. Хочется подробнее о гарантийном ремонте. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. Выполняется замена отказавших органов управления, модулей. Устраняются какие-то неисправности, если они есть в наличии в ТЭЛ. Заменяются, как пример, платы, контакторы. Срок гарантии 2 года. А как считается техническое обслуживание по окончании, после этого срока? По окончании гарантии мы с заказчиком заключаем дополнительный договор. И также продолжаем ее обслуживать. Кроме гарантийного срока, есть еще так называемый срок службы лаборатории, который установлен в документации на нее. Как правило, он 10 лет в ангстреме, насколько я знаю, тоже. А на практике ТЭЛ могут эксплуатироваться и 15 лет, и 20 лет. Вот что происходит в тех случаях, когда срок службы 10 лет закончился? Как строится отношение с потребителем ангстрема в дальнейшем? Как вы поддерживаете пользователей? Мы также можем заменить вышедшие из строя и неподлежащие восстановлению узлов и блоки. А также по согласованию будем внедрять новые разработки в ТЭЛ. Все работы, которые вы перечислили, проводятся на лаборатории конкретной конструкции, относятся вот к этой конструкции. Если у вас, допустим, вышел из строя акустический модуль, вы меняете его на точно такой же. Ну и далее. Если же пользователь захочет изменить что-то, в том числе относящееся к конструкции, новый какой-то модуль, более совершенный, с новыми функциональными возможностями, возможно такое вот модернизация лаборатории в процессе? Да, эти работы тоже для нас реально выполнить. Мы также можем переоснастить ту ТЭЛ, которая у них находится, заменить на новые блоки. Но ведь к вам обращаются потребители оборудования из разных точек России, из любых точек, наверное. Многим из них достаточно сложно может оказаться доставить лабораторию на территорию завода «Ангстрема». Как в этом случае строится взаимоотношение по организации технического обслуживания с потребителем? Так как мы выпускаем цифровые ТЭЛ, то нам это позволяет подключиться дистанционно к удаленной ТЭЛ, провести диагностику, выявить отказ данной ТЭЛ. И на основании этого сделать объективные данные по отказу. Если необходимо установить дополнительное оборудование или переоборудовать, то просим пригнать машину к нам на завод-изготовитель. То есть вы проводите фактически два вида сервисного обслуживания – выездное и на территории завода «Тубишан-экстрема». Да, выездное сервисное обслуживание является для нас более приоритетным. Здесь возникает следующий вопрос. На территории заказчика в таком случае должны быть обеспечены какие-то условия для успешного проведения технического обслуживания? Да, для полноценного сервисного обслуживания ТЭЛ нам необходимо электропитание, качественное заземление и освещение. Эти работы должны проводиться в боксе. А сколько специалистов направляются к заказчику, чтобы провести обслуживание ТЭЛ? К заказчику едут минимум два специалиста для того, чтобы иметь возможность выполнить все необходимые работы. Компания «Ангстрем» ежегодно растет, развивается, соответственно, увеличивает выпуск продукции. Можно предположить, что и службу сервиса ждут какие-то изменения в связи с этим. Мы планируем расширение штата сервисных специалистов в Ярославле. Сейчас у нас две бригады. Один руководитель сервисной службы и один диагност. Также в ближайшее время компания «Ангстрем» планирует создать сеть региональных представительств. Расширение службы поддержки позволяет регламентировать время реакции до пяти рабочих дней. Пять рабочих дней – это период от получения заявки до восстановления ТЭЛ. Это относится и к заказчикам из регионов, расположенных далеко от Москвы. Ну что ж, остается ожидать воплощения этих планов в жизнь. Надеемся, что мы смогли ответить на все вопросы наших, как потенциальных, так и реальных клиентов, о сервисном обслуживании компании «Ангстрем». Если же у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях к этому видео. Мы постараемся обязательно на них ответить. Благодарим вас за внимание. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И нажимайте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе актуальной информации. Желаем вам успеха. Остаемся на связи и ждем ваших комментариев. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok